Возможность посидеть в кабине машиниста метро, по мнению детей, самая увлекательная часть экскурсии. Здесь много тумблеров, кнопок и рычагов. Ребята, не скрывая восторга, признаются, что им захотелось управлять составом. Мне понравилась кабина машиниста. У меня мама постоянно спрашивает, кем ты хочешь стать. Я все время не знаю. У меня сейчас посетила такая мысль, что мне надо стать водителем метро, машинистом. На экскурсию в депо Самарского метрополитена приехали дети с инвалидностью из Центра социальной помощи Советского района. В Самаре посещение организовали впервые при помощи Всероссийского общества инвалидов. Ребята часто пользуются этим видом транспорта, а потому им особенно интересно было побывать там, куда пассажирам вход запрещен. Ребята у нас стоящие на сопровождении самые разные. Это детки с инвалидностью, с различными заболеваниями, которые посещают наших психологов, наши группы в комплексном центре, летние коррекционные группы. В данном случае это все ребята, желающие, которые захотели прийти на эту экскурсию. На экскурсии ребятам развенчали несколько мифов. Главное из них, что в ходовых рельсах есть ток. На самом деле он возникает только при соединении специальной лапки поезда и бокового контактного рельса. Также детям рассказали о законсервированной станции Крылья Советов, которая в первоначальном плане строительства метро была конечной. Еще много нового ребята узнали о ремонте состава, с чего начинается смена машиниста и где роют новые станции Самарского метро. Для сотрудников метрополитена всегда особая радость делиться интересными фактами. А для ребят это все новое, интересное. И то, что именно узнали они в первую очередь это от нас, от метрополитена, это даже чем-то, ну, какую-то гордость испытываешь. Что именно вот эту информацию какую-то, что они потом будут общаться со своими сверстниками, и они им будут рассказывать, что вот про это, про то. Они скажут, да нет, мы были, видели, на самом деле это вот так. Это даже очень приятно. Экскурсии в депо не в новинку, но в основном в цех приводят взрослых студентов или школьников старших классов. А вот ребята из младших были впервые. И судя по восторженной реакции детей, этот опыт будет далеко не последним. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.